Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова возвращаемся на финансовые рынки и подводим итоги фундаментального характера прошлых торговых сессий. Обычно мы это делаем за день, но поскольку по определенной причине я, к сожалению, отсутствовал четверг-пятницу, был на семинаре в Уфе, давайте в целом пробежимся по итогам заключительных двух торговых сессий прошлой недели. Тем более, что на них как раз и выпал основной фундаментальный фон. Хочу воспользоваться ситуацией, поблагодарить всех тех, кто смог присутствовать физически на семинаре в Уфе. Я думаю, что мероприятие прошло очень хорошо. Надеюсь, что информация, которая там была озвучена, станет для вас полезной. Очень рад, что со многими познакомился. Еще больше рад тому, что наша география, присутствие, соответственно, увеличивается. Мы обрастаем все большим количеством, соответственно, трейдеров, которые вовлечены в наше дружное трейдерское сообщество Амакетса. Уфа – это еще один объект, который мы посетили, еще один прекрасный город. Дальше, соответственно, будут другие регионы. И даже в старые, собственно, регионы, где мы уже были, разумеется, мы будем возвращаться, как я и обещал, проводя такие кружки, собственно, трейдерских интересов. Их обсуждать для того, чтобы обсуждать темы, которые интересны, безусловно, всем тем, для кого финансовые рынки – это близкое, скажем, понятие. Финансовые рынки – это то, что составляет основу нашей спекулятивной деятельности. Не забывайте также о том, что сегодня в 16.30 по московскому времени состоится вебинар «Правильный понедельник», где мы традиционно подгоним фундаментальные итоги прошлой недели всей. Еще раз останавливаемся на ключевых событиях, анализируем их, влияние на финансовые рынки. Определяем то, смогут ли они продолжать резонировать в динамике активов. После переключаемся на те события, которые на повестке предстоящих торговых пяти дней. Ну и замыкаем традиционно ориентирами по наиболее ликвидным валютным парам, ценовыми, которыми не нужно руководствоваться на 100%. Их просто нужно придерживаться, поскольку это дополнительный взгляд на, возможно, как раз перспективы того самого актива, который составляет основу непосредственно вашей торговли. В общем, лишней информации точно лишней не будет, дополнительной информации. Я надеюсь, что что-то интересное вы сможете почерпнуть из вебинара. Поэтому еще раз повторяю, 16.30 по московскому времени. Ну а теперь давайте переходить к оценке фундаментального фона. С вашего позволения, сегодня давайте начнем все-таки с главного героя, которым вот уже несколько недель подряд после 23 июня народного волеизъявления в Англии остается британская валюта. Безумная волатильность, если даже посмотрим на ту динамику движения, которую этот актив показывает в рамках одной торговой сессии, это просто катастрофическое движение. И, разумеется, за этой безумной волатильностью кроются такие же безумные возможности по получению профита. Поэтому снова вас призываю, прежде чем переключиться непосредственно на трейдинг, на, собственно, перспективы этого актива и то, что интересное произошло по фунту, обязательно контролируйте риски. Потому что вы видите, что фунт может демонстрировать абсолютно разнонаправленную динамику в очень короткий промежуток времени. Ключевым событием прошлой недели стало заседание Банк Англии. Супер четверг, на который пришелся целый блок макроэкономической статистики. Это протоколы, конференция, ряд макроэкономических релизов. Но прежде всего нас интересовали ключевые параметры денежно-кредитной политики, среди которых основное место мы отводили процентной ставки. И стоит отметить то, что заседание Банк Англии, оно было интересно не только для тех, кто торгует непосредственно фунтом, но и для тех, кто специализируется на трейдинге другими рисковыми инструментами. Потому что Банк Англии, по идее, имел возможность и потенциал с точки зрения ожиданий стать первым регулятором, который вот в этом месяце и после, собственно, Брекзита анонсирует агрессивное экономическое стимулирование, за которым могут последовать другие регуляторы. То есть мы даже пытались выстроить своего рода хронологию. Банк Англии, потом Банк Японии и Европейский Центральный Банк. То, что Банк Англии сейчас не сделало то, что мы хотели услышать, не значит то, что все, наши ожидания не верны. Соответственно, нам нужно перестраиваться. Безусловно, нам нужно адаптироваться к тому, что мы услышали. Но отказываться от того посыла, который мы руководствовались ранее, ни в коем случае не стоит. Потому что в конечном счете, если мы продолжим внимательно анализировать ситуацию, связанную с публикацией ставки и комментариями, которые были сделаны после этого, соответственно, мы придем к выводу о том, что наше позиционирование медвежье, оно остается, соответственно, верным и актуальным. Вернемся к заседанию Банк Англии. Процентная ставка так и осталась на прежнем уровне 0,5% 9 голосующих членов. Соответственно, по их голосам определяется единая позиция. 8 из 9 проголосовали за то, что ставку нужно оставить на прежнем уровне. Объем выкупа активов 375 миллиардов фунтов, собственно, так же, как и было ранее. И теперь, что касается комментариев, которые последовали после этого. Реакции, я думаю, что вы сами прекрасно видели, поскольку рынок, может быть, даже и не полагал, что Банк Англии может снизить процентную ставку, но ожидал более-менее агрессивных, мягких высказываний на будущую перспективу. Надеялся, что это заседание четверг может стать днем, когда фунт начнет активно распродавать. И уж тем более затащить его ниже поддержки 1,30 и двинуть еще ниже. Но пока этого не произошло. Реакция на то, что ставку оставили на прежнем уровне, вы сами прекрасно видели. Хай 1,35, по сути. Но после этого пошла очень быстрая коррекция, которая в пятницу усилилась. И, собственно, мы сейчас видим то, что фунт продолжает держаться чуть выше отметки 1,32, по-прежнему сохраняя потенциал для нисходящего движения. Что касается комментариев, почему же они представляют интерес прежде всего для медведей? Да потому что буквально все высказались за то, что снижение процентной ставки – это неизбежное дело в рамках английского регулятора и английской экономики. И решение это может быть принято уже по итогам следующего заседания. Следующее заседание состоится уже 4 августа. То есть, уже совсем скоро. А ставку могут снизить на 0,25%. И то, что это неизбежное решение, оно подчеркивается тем, что даже Банк Англии снова пересмотрел прогнозы по экономическому росту, отметив то, что Brexit и факт выхода из состава ЕС будет негативно сказываться на рынке недвижимости, на торговом балансе, которые выступали одним из основных катализаторов для экономики. И единственным способом, который вроде бы как более-менее продолжает быстро сдерживать расползание этой угрозы – это агрессивное стимулирование нетрадиционными способами, к которым как раз относится снижение процентной ставки. Но еще, наверное, более серьезный шаг – это задействование программы количественного смягчения. По-моему, в 2012 году она была свернута в Англии. И сейчас новая реальность диктует уже такие же новые условия, указывающие на то, что и Банк Англии у нас присоединится к развитым рынкам, к регуляторам, которые не гнушаются и такими способами поддержки для экономики. Какие выводы можно сделать по факту только одних ожиданий того, что это произойдет? Да то, что фонд долгосрочно является одним из самых сейчас перекупленных активов. И на фоне подобного фундамента британская валюта потеряет очень много. Текущие уровни являются весьма комфортными для долгосрочных трейдеров, которые по какой-то причине еще не в трейдинге по паре фунт-доллара. И по какой-то причине, если есть такие, не продают этот актив, задумываются о том, может быть, стоит тоже получить этот долгосрочный профит и, соответственно, занимать короткую позицию, принимать торговые решения сейчас. Это обязательно нужно делать, потому что когда спустя 2-3 месяца вы будете наблюдать котировки по паре фунт-доллара 1.25 или еще ниже, вы будете прекрасно понимать, что знали, что фунт окажется под серьезным давлением, фунт серьезно просядет. И тогда, когда у вас была возможность принять инвестиционные решения, котировки были гораздо выше тех значений, которые будут на тот момент, когда будет возможность подвести итоги. Я надеюсь, что вы проявите такую же проактивность, как и британский регулятор и контролируя риски с минимальным плечом, не больше 1 к 10, а я даже рекомендую 1.5, ну чуть больше, может быть, занимать позицию и ждать, собственно, следующего заседания Банка Англии, которое состоится, как я уже отметил, 4 августа, ждать снижения процентной ставки и, собственно, инициирования программы количественного смягчения. Говоря про перспективу фунта, не стоит забывать еще и про политические риски. Да, Тереза Мэй, премьер-министр Англии. Но в целом мы помним то, что приход нового премьер-министра должен был ознаменовать факты инициирования 50-й статьи Лиссабонского договора, которая является настоящей дорожной картой, где четко прописана процедура и механика, механизм подробнейшего выхода региона и состава Европейского Союза. Но сейчас о 50-й статье пока никто не говорит. Почему-то с ее инициированием снова тянут резину. Политические риски в связи с этим только усиливаются, поскольку процесс выхода Англии из состава ЕС еще точно не завершен. А значит, мы можем продолжать гадать все-таки, каким последствиям приведет факт окончательного выхода и каким образом это беспрецедентное событие скажется на темпах экономического восстановления Англии и вообще на ключевых секторах экономики. Я думаю, что очень плохо. Поэтому, если вернуться к целям, прописанным многими инвестиционными планками, то по фунту это уровни 1.20 буквально до конца 2016 года, может быть, с небольшим заходом на 2017 год. Но я допускаю, что классически, традиционно придется подождать больше времени, поскольку редко инвестиционные банки угадываются горизонтами, но с направлением ошибаются также редко. Поэтому сейчас у нас есть четкое понимание того, что фунт цепляется пока как утопающий за локальную фундаментальную поддержку, но все равно это только последние попытки порадовать быков, прежде чем сходить еще ниже. Резюмируем, фунт остается аутсайдером. Я надеюсь, что вы уже находитесь в коротких сделках, контролируете плечо и ждете, соответственно, снижения ниже отметки 1.30. Спекуляции на тему более агрессивного стимулирования сохраняются, и, соответственно, мы сохраняем свой медвежий взгляд, как делали это после 23 июня. Что касается других валютных пар. Европейская валюта против доллара. Собственно, ключевым фактором роста евро в четверг практически до отметки 1.12 стало отсутствие проактивной позиции со стороны Англии, поскольку мы ждали снижения процентной ставки и знали то, что вслед за потенциально слабым фунтом могут последовать и другие рисковые инструменты. Но поскольку снижения ставки мы не дождались, трейдеры решили не негативить, а чрезмерно использовать это в качестве возможности для роста. Плюс ко всему, европейскую валюту также поддержали еще макроэкономические отчеты по профициту торгового баланса еврозоны. Да, это статистика, которая указывает на то, что с торговым балансом сейчас дела обстоят лучше, чем многие предполагали. Но пока обольщаться не стоит. Плюс ко всему, в конце прошлой недели вышли данные по индексу потребительских цен еврозоны. Собственно, по факту 0,2% прироста в месячном выражении. Меньше, конечно же, чем в прошлом месяце 0,4%. Но все равно на положительной территории для еврозоны это плюс. В годовом 0,1%, собственно, так же, как и оценка прошлого месяца. Другими словами, несмотря на то, что индикатор CPI продолжает находиться около нуля, то есть это плохо, все равно мы видим небольшой плюс. И это для трейдеров, которые отталкиваются от показателей по инфляции и, прежде всего, ищут в слабой статистике по индексу потребительских цен. Как раз намек на то, что и европейский центральный банк может пойти на более агрессивное стимулирование. Пока эта идея уже не так актуальна. Но не стоит забывать о том, что, говоря про ситуацию с Brexit, Англия это только один из действующих персонажей. Есть еще еврозона. И еврозона дисконтирует такие же самые риски, как и потенциально Англия. Это неясность, это политико-экономическая неопределенность. Тем более, что во многих регионах сейчас грядут выборы. До конца этого года мы увидим множество еще политических событий. Непонятно, в каком сейчас свете будут выглядеть ранее радикально настроенные партии, увидев то, что большинство может проголосовать за то, что, по идее, было невозможно, как за выход из состава Англии. Сейчас многие могут попытать свою удачу. Я имею в виду в плане политических коалиций. И, может быть, это как раз начало того самого раздора политического и дальнейшего процесса распада для еврозоны. Наша задача сейчас следить за том числе и политикой. Но все-таки больше руководствоваться макроэкономической картиной. И макроэкономическая картина, она указывает нам на то, что политико-экономическая неопределенность, она по определению должна быть причиной слабых будущих показателей макроэкономической статистики. Если в целом мы говорим про еврозоны, мы знаем то, что этот регулятор уже давно борется со слабой статистикой через такие же нетрадиционные меры экономического стимулирования, к которым сейчас пытается прибегнуть Банк Англии. Это программа количественного смягчения и крайне низкие процентные ставки. По ИЦБ, то, что этот регулятор также может анонсировать новый пакет экономических стимулов, вероятность крайне высока. Но учитывая то, что Банк Англии пока решил повременить, дождаться заседания августа, посмотреть на показатели инфляции, поскольку есть предположение, что резкое ослабление фунта может стать причиной резкого роста инфляции. Конечно же, если инфляция вводит за рамки допустимого значения и будет претендовать, чтобы покинуть себя коридор в 2%, тогда лучше бы действительно не создавать дополнительную нагрузку и как минимум оставить ставки на прежнем уровне. Но вот что касается еврозоны, такой угрозы сейчас нет. Резкого ослабления евро мы не видели. Показатель по инфляции говорит о том, что индикатор на около нулевых значениях. А цель, между прочим, также 2%. Значит, ЕЦБ может оказаться даже более расторопным в снижении процентных ставок либо расширении программы QE. Тем более, что у нас фокус внимания на этой неделе прямиком смещается, собственно, на Европейский Центральный Банк, потому что в этот четверг у нас ставка ЕЦБ. И давайте поспекулируем не то, чтобы на том, что ее могут снести, а на том, что мы можем услышать в ходе конференции, которая состоится после этого, что ЕЦБ задумывается о более агрессивном стимулировании. Поэтому европейская валюта, так же как и фунт, у нас остается аутсайдером. И хорошо, что мы вернулись с отметки 1.12 снова к уровню 1.10 с небольшим. Вот актуальные котировки 1.1068. И мы видим то, что уровень поддержки 1.10 тянет буквально европейскую валюту, далеко не отпускает. Я считаю то, что это как раз тот самый сигнал, который указывает на то, что 1.10 очень скоро падет. Я надеюсь, что вы будете в верном направлении. Ну и безусловно, в пятницу настроение подпортил очередной теракт. К сожалению, в последнее время мы часто обсуждаем подобного рода события. В этот раз теракт у Ницца, который унес много жизней. И стал причиной также ухода от риска, что было спровоцировано в распродаже рисковых инструментов. Поэтому по европейскому валютному активу, по фунту, да и прочим по другим рисковым инструментам, мы в пятницу увидели серьезную коррекцию. Доллар японская иена. Здесь мы видим то, что американец продолжает расти. И здесь идея основная, которая по-прежнему заряжена тем, что Банк Японии обещал расширить программу количественного смягчения на 10 триллионов иен уже по итогам, собственно, ближайших заседаний. Я думаю, что до конца этого лета. Тем более, что после того, как в Верхнюю Палату Парламента снова попала такая коллекционная партия, которая ранее лоббировала основные идеи текущего действующего монетарного курса. Это партия Син Сааба. Сейчас мы знаем то, что и экономические смещения в связи с этим также остаются актуальными. Обещания уже были сделаны, осталось их только реализовать. Наша задача не отказываться от потенциальной слабой иены и ставить по-прежнему на рост американца. Вы помните, что мы не задумываясь оттолкнулись от поддержки 100 иен за доллар, отметив то, что дальше пара будет только расти. И вот локальный хай, вы сами видели, выше 106. Я думаю, что это еще не предел. Надеюсь, что вы смогли получить хороший и весьма предсказуемый профит в этой валютной паре. И стоит отметить то, что потенциал для дальнейшей реализации, он еще не исчерпан. Потому что статистика у нас выходит постоянно. Буквально каждый день, когда мы анализируем макроэкономические фоны США, лучше прошлой. В частности, на прошлой неделе заявки на подсобие по безработице снова 254 тысячи. Это прекрасный показатель, указывающий на то, что американский рынок труда восстанавливается. И ситуация с Brexit практически никак не затронула американскую экономику. Рожничные продажи выросли до 0,6%. Промышленное производство 0,6% лучший показатель с 2015 года. Индекс цен производителей лучший показатель также за год. В частности, прирост до 0,5%. Ну и ключевой индикатор макроэкономической статистики CPI, национальный индекс инфляции, плюс 1%. Хорошая статистика, которая явно указывает на то, что этот индикатор движется постепенно к целевому значению в 2%. Ну и еще, в качестве такого десерта, прошлой неделе, это комментарии Булларда и Денниса Локарда, которые отметили, точнее подчеркнули, что влияние Brexit на экономику нулевое, как мы с вами предполагали, как ранее было озвучено на рынке. И американская экономика продолжает стремиться восстанавливаться и, скорее всего, покажет экономический рост выше 2%. То есть США действительно останется самым динамично растущим, развитым рынком. Отсюда интерес к доллару, отсюда интерес, соответственно, и к американским облигациям, которые даже сейчас действительно показывают одну из самых лучших доходностей, что в целом делает еще один такой жест в пользу именно американца, поскольку высокая доходность американских трежерс является причиной притока инвестиций именно в активы, номинированные в долларах. Отсюда выигрывает и американец. Поэтому факторов для поддержки доллара у нас очень много. Наша ближайшая цель, которая, вы помните, раньше находилась на отметке 104-105, это уже все позади. Я думаю, что нам стоит уже замахиваться на более высокие ценовые значения. Если сейчас пара торгуется на отметке 105-52, давайте тогда пойдем на следующее сопротивление, которое находится на уровне 107. Тем более, что тренд сейчас весьма предсказуем. Также отмечу еще и новозеландскую валюту. В частности, сегодня утром вышли данные по инфляции. По факту отчета 0,4% в годовом выражении. О сокращении и снижении по сравнению с прошлым отчетом это явно указывает на то, что Резервный банк Новой Зеландии имеет сейчас все основания, чтобы не задумываясь о каких-то рисках расползания инфляции, снизить процентную ставку. И если все пойдет как по маслу, если все совпадет с предположениями, я думаю, что Резервный банк Новой Зеландии может снизить процентную ставку уже в августе. Я думаю, что к этому можно уже готовиться. Тем более, что новозеландская валюта, судя по всему, также стала уже активно дисконтировать это в свою стоимость. Три сессии подряд снижение. И эта пара постепенно смещается к поддержке 0,68. Сейчас актуальные котировки 0,71-0,4. В соответствии с корреляционной связью я предлагаю делать ставку на снижение и австралийца. Сейчас котировки у нас 0,75-0,99. Здесь потенциал ослабления даже более значительный, потому что наша цель по этому тандему валютных активов 0,70. И вернемся теперь к нефти. Обычно мы начинаем этим активом, но сейчас давайте завершим, собственно, брифинг, поскольку все-таки нефть у нас была не так интересна, как фунт и рисковые инструменты. Бренд у нас закрыл прошлую торговую сессию пятницы на отметке 47,64, сейчас 47,79. Оно ниже 50, поэтому пока опасаться не стоит. Фактор поддержки – это выход сильной статистики по Китаю. Действительно, данные оказались лучше прогноза. Промышленное производство выросло до 6,2% с 6. Родичные продажи скакнули до 10,6% с 10%. И показатели ВВП 6,7. Точно такая же оценка, как и в прошлом месяце, но выше прогноза в 6,6%. И что касается теперь негативного фактора, противовеса хорошим данным из Китая, которые свидетельствуют о том, что спрос будет находиться на высоком уровне. Это данные по количеству платформ BakerHudges, которые были опубликованы в пятницу. Традиционный пятничный отчет. Шестая неделя из 7. Количество платформ у нас увеличивается. В этот раз прирост плюс 6 и фактическая цифра 357. Я думаю, что мы уже оттолкнулись от 1. Будем постепенно наблюдать дальнейший прирост количества платформ. Хорошо, что сейчас трейдеры уже меньше реагируют на еженедельную статистику по запасам. Это радует, поскольку позволяет сфокусироваться на общих ожиданиях влияния Brexit, экономического спада глобально. Мировой экономики перепроизводства со стороны ряда регионов. И прежде всего со стороны Ближнего Востока. Что создает, как и ранее, серьезный фундаментальный фактор давления, указывающий на то, что бренд должен стоить ниже 45 долларов за баррель. Я надеюсь, что сейчас после локальной проторговки мы снова двинем к этому рубежу. Рубль торгуется на отметке 63.47. Как и на прошлой неделе, я снова повторяю, что девальвация по-прежнему является наиболее вероятным сценарием. Сейчас рубль будет локально цепляться за поддержку еще налогового периода, который стартовал 15 июля. Но основные платежи будут чуть позже. Но все-таки динамика нефти останется превалирующей. И при закреплении бренда ниже 45.7 мы снова увидим рубль выше 65, а то и даже 66 против американца. Кодовое слово на сегодня. Доход, величина бонуса 14% действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Не забывайте подписываться на наш официальный канал на YouTube, комментировать видео и ставить ваши лайки, которые, как и недели назад и месяца, нам очень нужны. Большое спасибо за внимание. Удачной вам торговой пятидневки. Увидимся, соответственно, либо завтра на брифинге в 9.30, либо сегодня на вебинаре, который пройдет в 16.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.